Доброе утро! Давайте, наверное, тем, кто не в курсе, вообще расскажем, что за экзотическое название, откуда же все это, в принципе, к нам пришло. Эбру к нам пришло из Турции в 2007 году, оно появилось в России, и с октября 2013 года оно известно у нас в Красноярске. Я его привезла и с этого времени активно развиваю в городе. Вот для того, чтобы люди понимали вообще, что это такое, грубо говоря, рисование на воде. Это и есть рисование на воде. У нас специальная емкость, в которую наливается необычная вода, на ее поверхности выполняется изображение, и в конце вот эта магия, которая никого не оставляет равнодушным, мы переносим изображение с поверхности воды на бумагу. Вот скажите, для кого хороша эта терапия? Потому что любое такое занятие, оно все-таки подразумевает какие-то эффекты, результат какой-то. У Эбру очень много результатов и эффектов положительных. Я когда начинала заниматься этим видом искусства, даже не подозревала о них. Эбру очень хорошо развивает моторику. Для деток это очень полезно. Я сейчас начала работать с детками с ограниченными возможностями. Мне мамы дают обратную связь и говорят, что ребята, которые там в свои 13 лет отказывались вообще писать, потому что им сложно. И там ставили только инициалы там, где надо было расписаться, и больше не брали ручку в руки, а писали с помощью технических средств. Сейчас начали покупать прописи и пытаются, начинают уже писать сами, пробовать, потому что через Эбру они поверили, что они могут это делать. Очень круто. Вот не всем наверняка понятно будет, что такое рисование на воде, что за краски используются, какой-то особенный состав. Может, вода какая-то особенная или из крана? В Эбру у нас все необычное. Здесь водичка, она более плотная, чем обычная, из-под крана, который у нас бежит. Она со специальным загустителем. Из-за этого может держать красочки на поверхности. Ну и краски, это тоже не гуашь, не акварель. Здесь пигмент, он минеральный, он в воде не растворяется, и поэтому плавает на поверхности, а не тонет в ней. И потом это все можно не распечатать, а перевести на бумагу и повесить на стену. Да, вот запечатление на бумаге – это своего рода фотография фрагмента, который изображен именно сейчас на воде. Пока рисунок находится на поверхности, мы его можем не изменять очень долго, а в конце переводим его на бумагу. Отлично. Ну, в принципе, вот так коротенько рассказали, что в принципе у нас за технология такая Эбру с экзотическим названием. Но вот в следующем включении мы сами попробуем рисовать, потому что, честно говоря, не совсем понятно, что это такое, как это все на воде держится, как это все на бумагу переводится. Ну, совсем скоро покажем и расскажем все подробности. Ну, а пока, коллеги, вам слово.